До 2007 года Государственное предприятие Конструкторское бюро Южное дало консультации с американской компанией Orbital Sciences Corporation о возможном сотрудничестве в создании образцов ракетно-космической техники. В начале 2008 года был подписан контракт на выполнение искусственного проектирования по созданию перспективных ракетоносителей. В это же время НАСА проводило конкурс между разработчиками ракетной техники по доставке космических грузов на Международную космическую станцию. И наш проект, в совместность с компанией Orbital, попал в число победителей. Конструкторское бюро приступило к выпуску конструкторской документации, а ПО «Юж-Маш» приступило к изготовлению первой ракеты-носителя. В конце 2010 года первая ракета-носитель «Антарес», которая в то время называлась «Таурус-2», была отправлена на космодром «Углопс» на Афганическом побережье Снежества Америки. После многочисленных проверок, проведения огневых испытаний, в апреле 2013 года был выполнен первый пуск ракеты-носителя «Антареса». После этого на протяжении трех лет была запущена вторая, третья, четвертая ракеты. После модернизации ракеты, как в нее были установлены новые видители, в 2015 году на пусковом столе были проведены огневые испытания первой ступени, которые совершились успешно. Но современные методики и современные технологии позволяют нам не утилизировать ракету, которая пришла в такие огневые испытания, а готовить ее к предстоящему пуску. И вот такие работы сейчас проводятся на космодроме с тем, чтобы ракета успешно стартовала в следующем году. В этом году конструктора и инженеры выполнили все работы по подготовке очередного пуска ракеты-носителя. В настоящее время на космодроме находятся несколько ракет, одна из которых готовится к очередному пуску в предстоящем году. Конструкторское бюро «Южное» и ПО «Южмаш» работают над бандернизацией ракет-носителя «Антарос» и ее первой ступени. И мы уверены, что модернизированная ракета будет вводить в космос не только грузовой корабль «Сигнус» с доставкой грузов на Международную космическую станцию, но и совершенно новые космические аппараты и полезные нагрузки других компаний. После стыковки космического грузового корабля «Сигнус» экипаж Международной космической станции выполнит его разгрузку. После этого корабль будет впервые использован в качестве лаборатории МКС для проведения экспериментов при низкой гравитации. После отстыковки «Сигнуса» с него будут выведены в космическое пространство 14 микроспутников «Крюса». «Крюса» Субтитры создавал DimaTorzok Есть ли выделение с космическим оборудованием? Проведен успешный пуск ракеты-носителя «Антарес». Ракета-носитель «Антарес» вывела в заданную точку космический буксир. Представители КБ «Южного» участвовали в технической поддержке пуска. Пуск успешный. Прошел он 14 часов 19 минут и 51 секунды по киевскому времени. Первая ступень отработала нормально. Никаких замечаний к работе узлов и агрегатов первой ступени нет. Поздравляю всех с успешным пуском! Продолжение следует...